Бытие, тридцать пятая глава Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил. И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах их, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема. И отправились они. И был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых. И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть Вифиль, сам и все люди, бывшие с ним, и устроил там жертвенник и назвал то место Эль-Вифиль, ибо тут явился им Бог, когда он бежал от лица брата своего. И умерла Девора, кормили царевекина, и погребена ниже Вифиля под дубом, который и назвал Иаков дубом плача. И явился Бог Иакову по возвращении его из Месопотамии, и благословил его, и сказал ему Бог, имя твое Иаков, отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль. И нарек ему имя Израиль. И сказал ему Бог, я Бог всемогущий, плодись и умножайся, народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из честл твоих. Землю, которую я дал Аврааму Исааку, я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю эту. И восшел от него Бог с места, на котором говорил ему. И поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей. И нарек Иаков имя, месту, на котором Бог говорил ему, Вифиль. И отправились из Вифиля, и когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей, не бойся, ибо и это тебе сын. И когда выходила из нее душа, ибо она умерла, умирала, то нарекла ему имя Беннони, но отец его назвал его Вениамином. И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть в Ефлием. Иаков поставил над гробом ее памятник, этот надгробный памятник Рахили до сего дня. И отправился Израиль, и раскинул шатер свой за башню и гадер. Во время пребывания Израиля в той стране Рувим пошел и переспал с Валою наложницей отца своего, и услышал Израиль. Сынов же у Иакова было двенадцать. Сыновля Лии, первенец Иакова Рувим, по нем Симеон, Левий, Иуда, Иссахар и Завулон, сыновья Рахили, Иосиф и Вениамин, сыновья Валы, служанки Рахилиной, Дан и Нефалим, сыновья Зелфы, служанки Линой, Гад и Осир, сии сыновья Иакова, родившиеся ему в Месопотамии. И пришел Иаков к Исааку, отцу своему, в Мамре, в Кориаф, Арбу, то есть Хеврон, где странствовал Аврам и Исаак. И было дней жизни Исааковой сто восемьдесят лет. И испустил Исаак дух, и умер, и приложился к народу своему, будучи стар и насыщен жизнью, и погребли его Исаак и Иаков, сыновья его.